В Дворце культуры Тольятти Азота состоялась очередная встреча тольяттинцев с русской классической литературой на образовательном проекте «Литературный оркестр». В этот раз мероприятие просветительского цикла было посвящено писателю, драматургу, театральному режиссеру Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Лекцию «Михаил Булгаков. Появление писателя о начале литературного пути великого мастера» читала кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела Государственного музея Булгакова Мария Котова. Я с этого начинаю лекцию, что мы-то с вами знаем все Булгакова, как автора «Мастера Маргариты», «Собачье сердце», «Белой гвардии», а все эти произведения не были известны тогда читателю, потому что «Мастер Маргариты» появился спустя 26 лет после написания, был напечатан, «Собачье сердце» было напечатано спустя аж целых 62 года после написания, но «Белая гвардия» была кусочками опубликована еще при жизни Булгакова. Но тем не менее, вот тот Булгаков, которого мы знаем сейчас, и тот Булгаков, которого знали современники в 20-е годы, это два разных человека. И я вот как раз хочу рассказать о том Булгакове, которого знали современники, о том Булгакове, который пытался прижиться в Москве и пытался завоевать литературный мир в 21-м году. Мария Котова построила свой рассказ на малоизвестных фактах из жизни начинающего писателя. В начале 20-х годов прошлого века, бросив медицинскую практику, Булгаков приехал в Москву из Киева, собираясь посвятить себя писательскому труду. Долго искал работу, занимался редакторой писем читателей в газете «Гудок», писал филейтоны в малоизвестный журнал. Лектор рассказал о том, как Булгаков напечатал свою первую книгу и сделал себе имя в литературных кругах. Во второй части литературного оркестра актеры театра студии «Вариант» показали спектакль «Вербатим» о взаимоотношениях Михаила Афанасьевича и Московского художественного театра. Через дневники жены и письма самого писателя зритель узнал историю о том, как на протяжении нескольких лет Булгаков пытался поставить на сцене прославленного театра свою пьесу о французском драматурге Мольере. И как спектакль, несмотря на бешеный успех, запретили к показу. Сегодня вот как-то совпала наша театральная тема. Конечно, нервная, сложная судьба у Михаила Афанасьевича была во Мхате. Но вот эта закулисная часть, она касается, конечно, каждого, потому что художник, он очень ранимый, он реагирует на все нюансы. А уж когда такой шквал статей разгромных, когда такой успех у зрителя спектакля, а в газетах совершенно противоположное, представляю, какая травма была нанесена этому художнику, этому уникальному человеку. Но и в то же время, после вот этих таких трагических, драматических событий, он возвращается к роману. Наверное, нужно было пройти этот путь. И у каждого творческого человека какой-то вот путь такой драматический, он выводит его к какому-то вот озарению в творчестве. У театралов к Булгакову особое трепетное отношение. Актеры варианта использовали в спектакле печатную машинку производства 1934 года, как раз того времени, о котором шла речь в Вербатиме. Это очень приятно, когда взрослые, солидные люди в зале. Но когда сидит молодежь, заинтересованная именно вот этим проектом, этим литературным оркестром, который вот может что-то новое открыть, это очень здорово. Я очень рада. И хочу, действительно, я приехала с тем, чтобы вот что-то такое для себя подсмотреть, чем-то вдохновиться. Мы посещаем каждую лекцию, начиная с самой первой. Потому что надо обогащаться внутренне и духовно. Ну и еще это очень хорошо поможет написать сочинение. Если ты придешь, мне кажется, на одну лекцию, ты уже будешь ходить. Потому что это такая атмосфера, такого глубокого литературоведческого анализа. То, чего нам не хватает порой в нашей жизни, в нашем потребительском обществе, когда мы просто что-то изучаем на поверхности. А здесь так это все глубоко, вдумчиво. И заполняются какие-то образовательные наши ниши, которые в свое время были заполнены. Это прекрасный образовательный проект. И для человека, который какие-то нюансы не знает, но темы интересуются, для него это прекрасная возможность погрузиться в мир, во-первых, в мир писателя, а во-вторых, в мир отношений литературных, которые характерны для той эпохи. Лектор очень подробно рассказывает. Вербатим, который затем бывает, он раскрывает эту тему еще шире. И есть возможность составить какую-то такую панораму того, что происходило в то время. Это замечательно. Мы слушаем специалистов, по-настоящему серьезных специалистов. Я не знаю, есть ли у нас такие в городе. Хотя хорошие есть, но это просто высококлассные специалисты. Мы рады тому, что ваш проект оказался прям, знаете, в стиле московской жизни. То есть мы прям приобщились, как москвичи. Москва сейчас этим очень увлекается, мы об этом знаем. И то, что наш Тольятти вот так вот, публичные лекции, народ ходит с каждым годом все больше и больше, это очень приятно. Просто хочу выразить восхищение тем человеком, которому в нашем городе пришла идея осуществить такой проект и который сумел его осуществить. Я, конечно, все понимаю прекрасно, большие возможности Тольятти, Азота, но и огромная энергия и большое желание сделать это должно было быть у организаторов, без всякого сомнения. Я снимаю перед ними шляпку. На следующий литературный оркестр по многочисленным просьбам зрителей к нам приедет Леонид Клейн с лекцией «Плохие поступки хороших людей» о творчестве Федора Михайловича Достоевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова